В ролях Авторы сценария Адриана Баретто и Juan Андрес Гранадос. Авторы сюжета Саламанка и Гарсия. Оператор Герман Плата. Композитор Асвальдо Монтес. Режиссер Серхио Асорио. Продюсер Асиер Агилар. Я не хочу время. София, дай мне время. Что навело тебя на эту мысль? Полчание Сантьяго. Он не объясняет мне, почему изменился. Я целыми днями думаю, почему он такой. Я чувствую, что он от меня отдаляется. И могу найти только одно объяснение. У него есть другая. Вы, женщины, все одинаковы. Вам вечно мерещится измена. Вчера вечером мы поругались. Когда я спросила, есть ли у него другая, он занервничал. Он испугался Тонью. Еще бы ему не испугаться. Если человека неожиданно обвинить в измене, он обязательно занервничает. Это логично. Женщины обожают сочинять небылицы о мужчинах, обманщиках. Они способны выдумать целую мыльную оперу, а потом в нее поверить. Надо выяснять отношения спокойно, а не доводить дело до ссоры. Тонью, ты работал рядом с Сантьяго. Ответь, у него есть другая? Не знаю, София. По-моему, нет. Ты уверен? Я не являюсь близким другом Сантьяго. Но я знаком с человеком, который стал ему почти отцом. Всего слов я знаю, что, живя в его доме, Сантьяго только и говорил о том, как он стремится снова увидеть тебя. Тонью, почему все в жизни так сложно? По многим причинам. Из-за разных обстоятельств. Люди меняются. Вы с Сантьяго приехали из далекого городка. Теперь живете в большом городе. Вы по неволе должны измениться. Большой город меняет людей. Разве ты не знала? Теперь вам надо заново узнать друг друга. И вообще, трудно жить в одном пространстве, одной жизнью. Ты считаешь, я поспешила поселиться вместе с Сантьяго? Нет. Но мне кажется, вы с ним недостаточно терпеливы, друг к другу. Вы думали, что когда вы найдете друг друга, ваша жизнь тут же станет такой же, как прежде. Ваши чувства будут теми же, что раньше. Но все не так, София. Время не останавливается. Оно идет вперед. Оно всех изменяет. К тому же, теперь у вас есть ребенок. Ради ребенка вы должны бережнее относиться друг к другу, запастись терпением, создавать ваш общий дом. Это очень важно, София. Это важно, София. Пойми. Ты любишь Сантьяго. И хотя мне больно это признать, он тоже любит тебя. Это самое главное. Остальное уладится. Нужно лишь время, упорный труд и понимание. Не знаю, что будет, когда мы привезем домой ребенка. С ребенком я не вижу никаких проблем. Не знаю человека, чье сердце не смягчилось бы при виде малыша. София, ребенку нужны вы оба. Бороться. Вот что ты должна делать. Бороться. Понимаешь? Не сдавайся. Не опускай руки. Это непростительно, София. Я говорю так, потому что сам пережил подобное. Ситуация стала для меня очень щекотливой. Я чувствую, против меня существует какой-то заговор. Ты никак не поймешь, что мое положение на заводе изменилось. Заняв руководящий пост, я стал другим человеком. Диего, у нас закрытое собрание. Да, да. Пусть закрытое, но если вы на нем плохо говорите обо мне, у меня есть право себя защищать. С чего ты взял, что мы плохо говорим о тебе? Девушки рассказывают о трудностях в их работе. И как бы то ни было, ты тоже к ней причастен. Значит, я могу присутствовать на вашем собрании. Хорошо. Тогда ответь на несколько вопросов. Хорошо. Спрашивай. В моей деятельности нет никаких тайн. Ответь. Почему ты уволил Тонио Риваса? С Тонио у меня были проблемы. Мы с ним не смогли преодолеть разногласия. К тому же он не выполнял ряд норм работы нашей компании. Неправда. Выдумки. Ты просто его не любишь. Вот почему ты его уволил. Работника лучше, чем Тонио, не найти. Это верно. С тех пор, как Тонио уволен, работа идет все хуже и хуже. Производительность снизилась. Ты не заметил? Если не заметил, я тебе скажу. И не обвиняй нас. Ты сам во всем виноват. Если бы ты как следует подумал, ты не принял бы такого жестокого решения. Франческо. Решай, хочешь ты мне верить или нет. Не хочу, чтобы мы спорили напрасно. Без всякого толка. Все мои решения имели основания. Можешь посмотреть мои отчеты. Ты поймешь, что я не творил никакого произвола. Девочки, идите на рабочие места. Я постараюсь исправить то, что случилось с Мэрилин и с Тонио. Идите. Я тебе верю, как с самой Пресвятой Деве. Будь готова к тому, что ребенка тебе пока не отдадут. Ты слышала, что сказала сестра? Нужно согласие врача. Я сделаю что угодно, но не уйду из больницы без ребенка. Ты даже готова рисковать жизнью малыша? Нет, я понимаю, здесь за ним ухаживают идеально. Но малыш должен быть рядом с мамой, ощущать ее тепло и любовь. Он должен быть рядом со мной, Тонью. Ты слышал про маму кенгуру? Их детеныши тоже рождаются недоношенными. Но мамы не помещают их в инкубатор. Они носят малышей в сумке, прижав к своему телу. И тепло материнского сердца помогает детенышу быстрее расти. София, мы поступим так, как скажет врач. Мне ясно одно. Мой отец сделал глупость, назначив тебя на эту должность. Ты не готов ее занять. К тому же ты злоупотребляешь властью. Брось быть таким надменным. Дай мне высказаться. Тебе нечего сказать. Мне все абсолютно ясно. Ты наказываешь тех людей, которые имели отношение к твоей драгоценной жене. Ты действуешь так, из ревности. Господи, при чем тут ревность? Ты уволил Тонью. Ты наказываешь Розиту и Пилар. Это проявление твоей ревности, Сантьяго. Кого и кому я ревную? Ты все отрицаешь? Да, отрицаю. И по очень простой причине. Я не переставал любить тебя. Не верю. Я понимаю, что совершил непростительную ошибку. Я не должен был привозить Софию в твою квартиру. Но я все время думал о тебе. Не опускайся до низости. Не будь подлецом. Франческо, позволь мне вернуться к тебе. Ты меня больше не обманешь. Ты вел гадкую игру. Я знаю. Но я знаю также, что тебе было давно известно, где София. И ты не сказала мне об этом ни слова. Кто кого обманывал. Но я тебя ни в чем не виню. Знаешь почему? Потому что причина твоих поступков – любовь. Ты любила меня. И не хотела, чтобы наша любовь кончилась. Из-за появления Софии. Но София появилась. И ты решил быть с ней. Все изменилось. Как еще я мог поступить? Поставь себя на мое место. Мне было нелегко, поверь. Но у меня не было иного выхода. Разве ты поступила бы иначе? Не поступила бы? Или я ошибаюсь? Нет. Ведь ты тоже помогала ей. Но ты знала, что по-настоящему поможешь ей только в том случае, если скажешь, где нахожусь я. И ты ей этого не сказала, Франческо. Мы во многом мыслим одинаково. Мы оба хотим помочь ей, но в то же время спасти свою любовь. Но зачем ты привил ее в мою квартиру? Уложил в мою постель? Этот дом был предназначен для нас с тобой. Я согласен. Ты права. Но как еще я мог поступить? Я уже сказал, у меня не было другого выхода. Я не мог оставить Софию с ребенком на улице. Поставь себя на мое место. Хоть на минуту. Ладно. А почему ты не отвечал на мои звонки? Потому что твой отец дал приказ не соединять тебя со мной. Он сделал так, чтобы я думал, будто ты пробудешь в Европе дольше, чем собиралась. Нет, это неправда. Он с самого начала надеялся, что твоя поездка нас разлучит. Ты же знаешь, ему не нравилось то, что мы с тобой вместе. Хватит, Сантьяго. Оставь меня в покое. Франческо. София, вы же решили, что малыш пробудет здесь еще неделю. Доктор, мне необходимо его забрать. Поймите, кто-то должен быть рядом с ним круглосуточно. Я буду с ним. Я выполню все предписания. София. Я больше ни секунды не выдержу разлуки с сыном. Хорошо, я его выпишу. Не волнуйтесь, доктор. Мы все приготовили, убрали дом. Хорошо. Мне непонятно, как вы справитесь с таким сложным уходом. Нас ведет судьба. Прошу вас только об одном. Отнеситесь к ребенку с максимальной серьезностью. Не волнуйтесь, доктор. Идемте. Идемте со мной в мой кабинет. Тонью, подержи, малыша. Я сейчас вернусь. Хорошо. Осторожно. Осторожно. Ну что, Орел? Нам с тобой настало время проститься. Ты начнешь новую жизнь. Рядом с мамой. И с папой. Не забывай. Своего дядю Тонью. Он тебя очень любит. Он всегда и во всем готов тебе помочь. Что бы ни случилось, он всегда будет тебя любить. Хранить твой образ в своем сердце. Береги свою маму. И себя береги тоже. Хорошо? Ну, как дела? Скажите своей подруге Мэрилин, что она может вернуться на работу, когда захочет. То же самое передайте Тонью. Я их восстановлю. Вот это да. Здорово, правда? Фабиола, ты уверена в том, что говоришь? А как иначе объяснить то, что Сантьяго пришел на собрание с Татьяной? Он, видимо, попросил ее проводить его туда. Ты отрицаешь очевидное. Я предупреждала, Татьяне не место на заводе. У нее и так много проблем. Каких проблем? Что ты выдумываешь? Ничего я не выдумываю. Ты не хочешь видеть, что творится вокруг. О, Господи! Я сообщила тебе эту новость, чтобы ты осознал, какова твоя Татьяна. Вот лишь небольшой пример того, на что она способна. Не закрывая на это глаза. Она сообщила Сантьяго о нашем закрытом собрании. Ясно, что она не понимает, что хорошо, а что гадко. Ты ее в чем-то упрекала? Боже упаси, после наших с ней столкновений? Подумай, Сантос, и ты все поймешь. Если я тебе нужна, я на своем рабочем месте. Брось, Сантьяго, не дави на меня. Франческо, я не хочу тебя терять. Я должна подумать, прежде чем принять решение. Как тебя понять? Не пытайся меня понять. Я не хочу, чтобы ты питал ложные надежды. Я продолжаю считать тебя подлецом. Как еще объяснить тебе, что это не так? Мне не нужны объяснения. Можно поговорить с тобой еще немного? Говори. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Открой, София, всю правду. Причем сегодня же. Франческо. Франческо, я это сделаю. Но от меня ничего не жди. Франческо. Хорошо, хорошо. Я поговорю с ней. Тонио, зайди ко мне. Выпьем кофе. Нет. Сантьяго, наверное, ждет тебя. Не хочу, чтобы у меня были проблемы, тем более у тебя. Он должен понять, что ты мой друг. Он не способен это понять. Тем более сейчас. Надеюсь, Сантьяго поймет, что такое сын. Да, София. Если, глядя на это прелестное создание, он не образумится. Значит, он не заслужил счастья. Я утомил тебя своими рассуждениями. София, он поймет, какая теперь на нем ответственность. Он поймет, что такое любовь. Хочу повторить еще раз. Тебе нужно терпение. Много терпения. И разумный подход ко всему. Тонио, сколько раз я должна сказать тебе спасибо? Сейчас посчитаем раз, два, три. Не знаю. Мне будет достаточно одного поцелуя. А ты, малыш, веди себя хорошо. Не вздумай шалить и хулигань. Твой дядя Тонио ужасно рассердится. Иди домой, София. Становится прохладно. Огромное спасибо, Тонио. Сеньор, я пришел за тем, о чем говорил с вами раньше. Моя дочь Татьяна хочет поработать в нашей компании. Хотя бы временно. Есть такая возможность? Я помню наш разговор, Сантос. Я должен побеседовать с вашей дочерью с глазу на глаз, чтобы понять ее намерение. Не волнуйтесь. Ваша дочь в хороших руках. Идите, работайте. Хорошо, сеньор. Передашь мне потом суть беседы, дорогая. Иди, папа. Идите, идите. Да, Сантос. Что, сеньор, как дела в коллективе? Хорошо, я пошел. Прекрасно, прекрасно. Идите, идите. Ваш отец отличный человек. Да. Я потрясен вами. Потрясен. Вы выросли прелестной девушкой. Чем я могу вам помочь? Мой отец хочет, чтобы я поступила в университет. А я хочу работать. Интересная штука жизнь. Масса девушек вашего возраста мечтают об университете, хотя у них нет денег на учебу. А вам отец дает возможность учиться, но вы ее отвергаете. Я ее не отвергаю. Я просто пока не решила, чем хочу заняться в жизни. А пока решаю. Не хочу сидеть дома в четырех стенах, сложа руки. Похвально. Дорогая, ваш отец, наверное, вас не предупредил. Но вы должны знать. Я не возьму вас на работу просто так. Я устрою вам проверку, чтобы узнать, подходите ли вы нам. Хорошо, сеньор. Да. Не зовите меня, сеньор. Зовите меня по имени. Даиро. Даиро. Спасибо. Невероятно. Пока. Пока. Тонио Ривас, что с тобой творится? Что с тобой? Что с тобой? Нет. Нет. Все вещи получили? Вроде бы да. Тогда уходите отсюда побыстрее и не возвращайтесь. Этого обещать не могу. Лейтенант Пинсон, неужели вы решили со мной попрощаться? Нет. Я пришел сказать, что буду счастлив, когда вы снова сядете в тюрьму. Неужели? Да. Я не оставлю вас в покое. Буду преследовать вас и вашу шайку, иначе я не Пинсон. Лейтенант, вы только зря потратите время. Мы уже проиграли эту битву. Вот как? Я буду вас преследовать? Спокойно, лейтенант. Не знаю, как вам удалось выкрасть досье из моего кабинета, но я его найду. Даже если потрачу на это всю жизнь. Я посажу вас за решетку, ясно? Я вас посажу. Пока, лейтенант. Удачного дня. Вам тоже. Не нервничайте, босс. Нет, я не проиграл эту битву Диас. Пусть мне пришлось выпустить этого гада, клянусь, ему не будет покоя. Я его верну в тюрьму. Он и глазом моргнуть не успеет. Лейтенант, знаете, что меня бесит, что меня терзает? Мысль о том, что есть люди, которые помогают таким подонкам. На головы преступников должен обрушиться гнев божий, а не только уголовное наказание. Расскажите мне о своей жизни. Я слышал, вы ездили учиться в Соединенные Штаты. Да, сеньор. Опять, сеньор. Мы же договорились, что вы будете звать меня Дайро. Расскажите мне о себе, дорогая. Дайро, я изучала английский в Атланте. Еще я занималась искусством. Искусством. Ничто не сочетается с вами лучше, чем искусство. Вы так красивы, вы прелестны. Я недавно видел картины Баттеро. На них толстые девицы. Они мне совсем не нравятся. Я нахожу их неэстетичными. Вот Герника, Пикассо, совсем другое дело. Скажите, какие ваши устремления? О чем вы мечтаете? Честно говоря, у меня нет особых мечтаний и устремлений. Я беру то, что предлагает жизнь. Просто живу день за днем. Так рассуждают только в молодости. День за днем интересная жизненная позиция. Просто жить день за днем. Будем ждать, когда придет домой твой папа. Увидишь, как он обрадуется. Мы скажем ему, что он больше никогда не должен с нами разлучаться. Никогда, никогда. Он будет счастлив это услышать. Я люблю тебя, мой дорогой. Очень-очень люблю. Я люблю тебя всем сердцем. Почему каждый раз, когда я спрашиваю тебя о девочке, ты становишься напряженной? Агрессивной? Потому что не понимаю, зачем настаивать? Она ведь и моя дочь. Я чувствую, ты не сказала мне всей правды. Что ты выиграешь, узнав о ее судьбе? Тебе не кажется, что узнавать о ней уже поздно? Адела, ответь на один вопрос. Она действительно умерла, как ты сказала. Если она жива, скажи, умоляю. Сальваторе, не вороши прошлое. Поверь мне, это ни к чему. Ты отказалась показать мне ее могилу. Значит, она жива. Она жива. Но она все равно, что умерла. Когда ей было года два или три, за ней пришла ее мать. Не задавая вопросов, увела ее и больше не вернулась. Она не сообщила, куда едет. Ничего не сказала. Боже мой, Сальваторе, ты ведь знаешь, какова Эльвира. Никто никогда не знал, откуда она идет и куда. Так она жила всю жизнь. Как бы я хотел узнать судьбу этой девочки. Зачем? У тебя в семье и так хватает забот. Зачем тебе новое? Эта девочка продолжает жить только в твоем воображении. Пойми ты это. Она моя дочь. Никто лучше тебя не знает, что значат для людей дети. Я знаю, что такое родительская любовь. Наши дети нам близки, у нас с ними общая жизнь. Но бывает и терзание, и чувство вины. Добрый вечер. Привет, Франческа. Как дела? Отлично. А у тебя? Присоединяйся. Мы рассуждаем о родительской любви. Я бы с удовольствием, но у меня к тебе срочный разговор. Ну, доченька, поговорила с Гарсией. Да. Что он сказал? Что хочет завтра устроить мне экзамен. Наверное, его проводят для всех, кто поступает на работу. Папа, не смотри на меня так. Что с тобой? Я сделала то, что ты просил. Дедка, я начинаю жалеть, что привел тебя сюда. Знаешь, сколько мне стоило твое обучение английскому в Штатах? Зачем тебе прозевать на нашем заводе? Ты все драматизируешь. Мне немного страшно. Сейчас такой момент, когда мы должны решить решение. Боюсь, ты передумаешь поступать в университет. Не передумаю. Работать я буду только временно, как ты сказал. Я не собираюсь торчать на заводе до конца жизни. Обещай мне это. Клянусь. А в чем дело? Дорогая, жизнь дана нам не для того, чтобы горбатиться каждый день с девяти до пяти. Жизни столько приятного. Для меня тяжелая работа не трагедия. Я за много лет к ней привык. Но такой девушке, как ты, здесь будет трудно. Перед тобой весь мир. Ты очень красивая. У тебя масса возможностей. И я ими воспользуюсь. Но за время жизни в Штатах я привыкла к самостоятельности. У меня там была работа, деньги. Вернувшись, я не хочу сидеть у тебя на шее. Не говори так, дорогая. Можно кое о чем тебя попросить? Что бы ни говорил тебе Гарсия, сообщай обо всем мне. Договорились? Конечно, клянусь. Идем. Выпьем по чашке кофе? Отлично. Ты встревожена. Что стряслось? Почему ты запретил соединять меня по телефону с Диего? Ты не знаешь почему? Это гадкий, бесчестный поступок. Зачем ты его совершил? Ради тебя, дорогая. Я просила тебя оберегать Диего, а не бросать его. Я так и сделал. Он ни в чем не нуждался. Я даже просил его рабочих, чтобы они против него не бунтовали. Что еще нужно? Зачем ты нам мешал? Ты моя дочь. Я забочусь о твоем благополучии. Такой ответ меня ни в чем не убедит. Так ты можешь говорить с Валерией, но не со мной. Я только проверил твоего парня. Ты не имел права. Тебя никто не просил об этом. Я не хотел, чтобы он испортил тебе жизнь. Доченька, я несу ответственность за твои отношения с Диего. Мне кажется, ты с ним только за тем, чтобы бросить мне вызов, доказать свою независимость. Папа, разве ты не веришь в любовь? Думаешь, твой расчетливый друг Родригес на нее способен? Не успела ты улететь в Париж, как он предал тебя. Это доказывает верность моих опасений. Он подлый карьерист. Ты для него только средство занять высокое положение. Вот и вся история. Ты решил упрекать меня в моих ошибках? Я только излагаю факты, чтобы ты их обдумала. Подумай, Франческо. Подумай, как следует. Если хочешь, чтобы я наказал этого типа за его обман и подлость, обращайся ко мне без колебаний. Я помогу тебе его наказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Привет, любимый. Как прошел день? Хорошо. А у тебя? Хорошо. Твое плохое настроение прошло? Не заставляй меня еще больше расстраиваться. Милый, хочешь чего-нибудь выпить? София, нам надо поговорить. Знаю. Поговорим потом. Нет, нет, сейчас. Потом. У нас было много трудностей, непонимания. Нам не хватило терпения понять, что жизнь нас изменила. Но, несмотря на все мои страхи, хочу, чтобы ты знал, я по-прежнему тебя люблю. Всем сердцем. Не хочу выяснять отношения сегодня. Давай просто дадим волю нашим чувствам. Хорошо? Дорогая, мне тоже не хочется выяснять отношения, но... Молчи. У меня для тебя сюрприз. Идем. Дай мне сначала высказаться. София, прошу тебя. Идем, ничего не говори, умоляю. Посмотри на него. Он приехал жить с нами. У нас теперь будет новая жизнь. Такая, о которой мы всегда мечтали. Ты помнишь? Малыш пока не может голышом бегать с нами по пляжу. И рядом нет моря. Но у нас есть то, что важнее. У нас есть любовь. Мы можем представить пляж, синее небо. Со временем мы расскажем малышу о звездах над ночной гаванью. Милый, это наш сын. Самый прекрасный дар Господа. Ради него нам стоит измениться. Начать жизнь заново. Ты согласен? Конечно, дорогая. Именно это я и хотела услышать. Остальное не важно. Ты по-прежнему любишь меня так же, как я тебя. Остальное не важно. Остальное потом. Мэрилин! Мэрилин! Дорогая подруга! У нас для тебя новости. Сегодня у тебя счастливый день. Куда ты делась? Что я кричу, как дура? Куда она делась? Мэрилин! Пилар! Она уехала. Что? Девочки, я уехала в Манисалис. Ненавижу прощание, потому что, прощаясь, я начинаю рудать, как Мария Магдалина. Решила написать вам записку. Желаю вам счастья, мои сумасшедшие подруги. Я звонила в агентство недвижимости. Вы можете жить в этой квартире до конца года. Попрощайтесь за меня со всеми. С Тонио, с Сантосом, даже с противной Фабиолой. Если сможете рассчитаться за меня с подлым Гарсией, заставьте его помучиться. В Манисалисе мне будет хорошо. У меня там родные, мой прежний парень. Он, как и раньше, меня обожает. Что еще нужно в жизни? А вы, девчонки, ведите себя хорошо. Ты, Пилар, не пытайся больше завоевать Тонью. Он до конца жизни будет любить Софию. Розита, а ты начинай веселиться. Бери от жизни все. Ты уже взрослый, хватит держаться за юбку, Пилар. До свидания, мои дорогие. Надеюсь, вскоре увидится с вами в Манисалисе. Жду вас. Я буду все время думать о вас и молиться, чтобы у вас была счастливая жизнь. Целую. Ваша Мэрилин. Будем надеяться, что Господь ей поможет, что ей все удастся. Что значит все удастся? Мы будем бездействовать? А как нам быть? У нас нет номера ее телефона. Мы о ней ничего не знаем. Нам неизвестно, где ее искать. Как нам быть? Да, но... Даже если нам придется весь мир перевернуть с ног на голову, мы не можем дать Мэрилин вот так уехать. Не можем. Тем более теперь, когда ее возвращают на работу. Мы не можем сидеть, сложа руки. И ничего не выяснять. Где же нам найти сведения о ней? Знаю где. В ее личном деле. Оно у Гарсии. Что делать? Разве Гарсия нам его даст? Кто-то должен добыть для нас информацию. Но мы не можем бездействовать, Розита. Не можем. Постой, Пилар. Постой, Пилар. Сначала надо разработать план действий. Иногда мне кажется, что папа слишком умен. Он всегда получает то, что хочет. Может быть, поэтому нам трудно жить вдали от него? Не знаю. Мне не нравится, что он нами манипулирует. Парон меня пугает. Но признай, что он прав. Факты много доказывают. Твой тип оказался хуже, чем мы думали. А как же мои чувства? Может быть, я иду наперекор фактам и логике, но я искренно в своих чувствах. Я люблю его. Несмотря на то, как он со мной поступил, Ранческо. Он ужасный человек. Он просто жертва превратности судьбы. Что бы ты делала на его месте? Не важно, как он поступал. Важно, как ты к этому отнесешься. Не знаю. Но я не стану молча страдать. Что? Значит, ты влезешь между ним и его женой? Он ее больше не любит. И она ему не жена. Но у них есть сын. Этого мало для брака. Если нет любви, нет семьи. Думаешь, он любит тебя? Он сам мне сказал. А еще он обещал тебе верность, когда мы улетали в Европу. Может быть, он сдержал обещание? Не верю своим ушам. Ты всегда была взбалмошной, но все-таки умной. Валерия, не надоело объяснять мои чувства. Я люблю Сантьяго. И точка. Ты уверена? Может, в тебе говорит раненая гордость? Я тебя знаю, ты не любишь проигрывать. Мое желание быть с ним не просто каприз. Будь осторожна. Я понимаю, сейчас бесполезно давать тебе советы. Ты меня не послушаешь. Но эти люди могут воспользоваться твоими ошибками. Они захотят вернуть то, что потеряли, когда ты появилась. Я не буду чувствовать себя виновата, потому что я не виновата. Когда любишь, больше ни о ком не думаешь. Я буду думать о себе. Только о себе. Рази ты мне так грустно. Я отдала бы все, что угодно, чтобы быть рядом с Мэрилин и помочь ей. Но я ничего не могу сделать. Не вини себя. Выпей кофе и успокойся. Давай думать. Единственный выход. Гарсия. Он даст нам сведения о ней. Узнаем эти сведения через Франческу. Она обещала нам помочь. Опять ты про Франческу. Забудь о ней, подруга. Надоело. Почему бы не попытаться? Я сама с ней поговорю. Я поговорю. Не знаю. Делай, что хочешь. Как, наверное, трудно было, Мэрилин, отсюда уезжать. Его, наконец, потянуло в сон. Да. И видел, как он улыбается. Он прелестен. Он так похож на мою маму, на мою сестру. Да, в нем есть ваши семейные черты. Смотри. Оставим его в покое. Пусть отдыхает. Да. Его надо окрестить, правда? Знаешь, как мы его назовем? Сантьяго. Как тебя? Дорогая, это имя вышло из мода. Может быть, здесь оно и не модно. Но главное не мода, а наше желание. Ты ведь сделаешь мне приятное. Назовем его Сантьяго. Чудесное имя. Оно тебе нравится? Ладно, раз ты так хочешь, пусть так и будет. Сантьяго, я хочу, чтобы мы поженились. Поженились? Да. Теперь мы вместе. Мы всегда об этом мечтали. Да, но... Сначала я хочу съездить в Саплавьенто, показать малыша моей маме. Ты же знаешь, как поступит твоя мама. Она снова постарается нас разлучить, и потом тебя все еще ищет Дон Григорио. Да, но... Прошу тебя, давай поженимся. Зачем ждать? Ты сделаешь меня самой счастливой женщиной на свете. Давай поженимся. Что такое? Ему пора есть? Почти пора. Раз так, пойду приготовлю ему молочную смесь. Доброе утро. Привет. Хорошо спала? Отлично. Доченька, я хотел тебе что-то сказать, но забыл. Что? Вот что. Если станешь работать на заводе, будь тактичнее в разговорах с людьми. Иначе в дальнейшем у тебя возникнут трудности. Как тебе понять? Скажем, зачем ты сказала Диего про собрание, которое работницы устроили на заднем дворе? Папа, я думала, что поступаю правильно. Детка, ты влезла не в свое дело. Они говорили о нем несправедливо. Что ты знаешь о справедливости? Ты едва знакома с Диего и не понимаешь, что происходит на заводе. Я хочу знать, что за человек Диего. Татьяна, слушайся меня, пожалуйста. Избегай сплетен и пустых пересудов. Иначе я не позволю тебе работать на заводе. Ты поняла? Да, папа. Молодец. Доброе утро, Татьяна. Ты все-таки добилась своего. То есть? Ты настроила отца против меня? Дорогая, я не понимаю. Тебя так задело то, что я привела с Диего на ваше тайное собрание? Собрание было закрытым. Ты не имела права совать туда свой нос. А ты не имела права так поступать с Диего. Вы несправедливо ругали его. Просто потому, что вам захотелось отдохнуть от работы. Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что происходит на заводе. Но я должна это узнать. Я буду там работать. Прекрасно. Поздравляю. Я рада за тебя. Надеюсь, и ты будешь рада. И учти, я буду продолжать защищать Диего. Боже мой. Ну ты и фрукт. Делай то, что считаешь справедливым. Я уже просил Николаса восстановить на работе Мэрилин Монрои. А Тони Риваса? Повторяю. Даю тебе все полномочия решать такие вещи. Но дам тебе совет. Не слишком старайся для рабочих. Всегда помнишь, что ты на другой стороне. Как бы ты не хотела помочь им, всему есть пределы. В первую очередь ты должна отстаивать мои интересы. Интересы нашей семьи. Не волнуйся, папа. Я это понимаю. Папа, еще я хочу, чтобы с завода уволили Гарсию. Это невозможно. Но, папа... Не настаивай. Ты не смеешь творить, что хочешь. Можешь восстановить уволенных, но Гарсия очень важный сотрудник. Он мне нужен. Не понимаю, почему? Если ты будешь продолжать вникать во все дела компании и стремиться заменить на посту руководителя меня, ты поймешь, в чем ценность Гарсии. Папа, если Гарсия останется на заводе, моя власть будет неполной. Я не получу свободы действий. Из всех нас только ты считаешь, что все плохо. У меня противоположное мнение. Я считаю, что все идет как надо. Да, но, честно говоря, ты не до конца знаком с положением дел на заводе. И не хочу до конца в них вникать. Мне и так все ясно. Хватит, доченька. У нас не собрание, а завтрак. Прояви-ка мне немного уважения. Ты уходишь? Малыш и его мама отправятся вместе с главой семьи к нему на работу. Доктор велел вам быть дома. Доктор сказал, что гулять можно. Надо только потеплее укутать малыша. Доктор не запрещал выносить его из дома. И потом, сегодня славный день. Возьми нас с собой, любимый. Не знаю, дорогая, смогу ли я все время быть с вами. Ничего, мы не заскучаем. Мы пробудем на заводе недолго. Дорогая, вас может увидеть Дон Сальваторе. Люди начнут задавать вопросы. Я не хочу суматохи. Ты говорил, что Дона Сальваторе на заводе пока нет. Почему бы нам туда не заглянуть? Это рискованно. Не хочу больше прятаться. Хочу жить твоими интересами. Знать твоих друзей, твою работу. Позволь мне. Мы же решили ставить друг к другу ближе. Да. Прекрасно. Тогда пойдем. Простите, сеньор, мы не делаем ничего плохого. А я уверен в противоположном, Амайя. Как вы могли потревожить сеньориту Франческу своими глупыми жалобами? Она сама предложила нам свою помощь. Да, Фабиола, она предложила помощь, но из вежливости. Есть правило. Со всеми проблемами вы должны обращаться ко мне. За это мне платят. Я хочу честно отрабатывать свои деньги. Вы лицемер. Вам совершенно наплевать, что с нами происходит. Разве я вру? Не болтайте глупости, дорогая. Посмотрите мне в глаза. Мне больно вас слышать. Я ведь приглашал каждую из вас в свой кабинет, чтобы вы могли раскрыть мне душу. Рассказать обо всех своих заботах. Но вы не обратили внимания на мое предложение. Рассказать о заботах? Это вы говорите нам глупости. А не мы вам. Бросьте, Спиноза. Не цепляйтесь к моим словам. Мы все пострадали от вашего произвола, сеньор. Теперь мы решили обратиться к человеку, который имеет власть, чтобы вас приструнить, сеньор. И вообще, любой человек имеет право говорить с кем угодно. Смотрите, как бы это не вышло вам боком. Этого не будет, сеньор. Ничего, мы еще посмотрим. Мы посмотрим. Он испугался. Он сильно испугался. Мерзкая крыса. Нет, этот мерзавец что-то задумал. Нам надо быть осторожней. Успокойся, Фабиола. У матросов нет никакой власти, если штурвалом корабля управляет умелый капитан. Мы ведь говорили, что мы владелицы всего этого заведения. Мы не должны держать язык за зубами. Мы не должны проигрывать нашу битву. Пошли. Мне кажется, не стоит. Я уже была на этом заводе, но он не казался мне таким большим. Да, он большой. Еще бы. Сантьяго. Дорогая, помни, что здесь все знают меня как Диего. Надеюсь, твое настоящее имя не сорвется случайно с моих губ. Идем. Малыш хочет видеть твой офис. Правда, сынок? Да, идемте. Идемте. Я устал напоминать вам, что вы не должны делать таких ошибок, Пенсон. Что вы натворили? Как мы теперь сможем снова посадить этого бандита в тюрьму? Его досье не должно было находиться в вашем кабинете. Только бы об исчезновении документов не пронюхала пресса. Иначе высшее начальство устроит нам всем жуткий разнос. Сделайте так, чтобы этот случай не получил огласки. Иначе вы будете отвечать за последствия. Учтите, дело уже в генеральной прокуратуре. Мне приказано временно отстранить вас от службы. Капитан, это подозрительно. Не перебивайте меня. Вы допустили серьезный проступок. Вы дали этому бандиту выйти из тюрьмы, и теперь он на свободе. Лейтенант Пенсон, вы временно отстранены от своих обязанностей. Молитесь, чтобы вас не приказали арестовать. Это стало бы концом вашей карьеры. Сейчас очень трудные времена. Мы, полицейские, должны избегать ошибок больше, чем кто-либо другой. Идите, лейтенант. Видишь, малыш опять нормально ест. Это очень хороший знак. Да, очень хороший. Меня волнует одно. У нас кончились подгузники. И еще мы не купили молочную смесь. Я исправлю положение сегодня, после работы. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип. Насколько лет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok